Всем хайос, с вами Принтолс, и сегодня я расскажу и покажу, как скачать читы на Роблокс в 2024 году на компьютер, без эмуляторов, на самый обочный браузерный Роблокс. И вдобавок к этому читу, покажу работоспособный скрипт. Надеюсь, у всех все получится и не возникнет никаких проблем, а мы начинаем этот видеоролик. Пока я оставляю себя здесь стоять на вот этом прекрасном камне, мы переходим в любой браузер, с которого вы смотрели это видео, открываете описание этого видео и выбираете любую из трех ссылок на чит. Это может быть Яндекс, Клаудмейл и Гугл. Давайте Яндекс для примера возьму, нажимаю здесь скачать и выбираю путь установки. Давайте это будет в загрузке, нажимаю сохранить, у нас сразу же скачивается файл. Также нам еще понадобится Роблокс и Блокстрап, но Блокстрап скачивать отдельно не нужно, он идет сразу вместе с читом, в установщики. Итак, нажимаем загрузки, вот сюда на папочку, то есть расположение данного файла и перебрасываем на рабочий стол, чтобы было более удобно. У меня он уже есть, я его удалю, чтобы вы видели, что я закидываю тот, который только что скачал. Вот, я его закинул, у меня здесь еще подготовлен скриптец, но о нем мне чуть-чуть попозже. И два раза нажатием правой кнопкой мыши или левой, да, гениальный вопрос. Ну короче, открываем данный файл и у нас скачает вот такая вот фигня, система Windows защищала ваш компьютер, это все нормально. Мы нажимаем здесь подробнее и здесь выполнить в любом случае. Почему это происходит? Потому что этого файла нет электронной подписи. Если там открыли бы издатель, то там пишет издатель, неизвестный издатель, поэтому на него и ругается. Вот как я и обещал, у нас блокстрап идет вместе с установщиком, то есть смотрите, у нас в рабочем стае появляется соляра, то есть его архивчик сам чит и блокстрап. Установщик блокстрапа, который автоматически запускается и здесь вы можете его установить. Все просто, нажимаете, там инсталл, инсталл, все в принципе как всегда. Вот, мы ждем пока устанавливается наш блокстрап, а параллельно можем уже распаковывать наш архивчик. Вот, извлечь в соляра, то есть делаем папочку соляра, после этого открываем эту папочку, открываем эту папочку и у нас уже здесь есть наш чит. Мы его можем уже сразу же запустить, нам никто не мешает, у нас все автоматически просто здесь сразу все файлы собраны в одну коморочку. У вас запускается блокстрапчик и все у нас прекрасно. Вот, а пока у нас еще устанавливается, а он уже даже установился. Нажимаю инсталл и у нас еще connected to roblox и у нас еще скачивается roblox. То есть, ну короче, все постепенно идет загрузочка, мы все одновременно устанавливаем, все идет очень быстро. Сначала видео прошло, не знаю, минут, даже пяти минут не прошло, а мы уже на каком этапе установки. При том, что я еще как человек, который делает гайд, должен все объяснить, показать и делаю это все, понятно, медленнее, чем бы это делали вы. В общем, как-то так. Пока у нас идет установка roblox, давайте я сделаю кратенький обзор на наш чит. Чит называется соляра. Что у нас здесь есть? У нас здесь можно делать новые, так скажем, табы, то есть новые поля, где мы будем вводить скрипты. То есть, здесь что-то ввели, здесь что-то ввели. Понятное дело, это нужно делать на английском, на языке программирования. Луа. Кто шарит, тот шарит. И еще такой вопрос, вот, допустим, вот это поле, чтобы вписывать сюда скрипты. А где брать эти, собственно, скрипты? Скрипты это и есть те самые худые менюшки читов, которые мы привыкли видеть в играх. Как раз таки это так и работает. У нас уже запустился roblox и мы уже можем запускаться. Но я еще хочу договорить то, что хотел сказать. То есть, откуда брать скрипты? Вот под этим видео будут скрипты. Например, один скрипт. Под каждым моим видео на канале есть какой-то скрипт. Старые видео, там уже скрипты уже не работают, либо еще что-то какая-то фигня. Но рабочие скрипты у меня есть в моем телеграм-канале. Так скажем, не то чтобы реклама, а мини-интеграция с моим же каналом. Потому что спонсором этого видео являюсь как раз таки я. Вот. Но пока что что мы делаем? Мы запускаемся в режим локеблоки, с которого я с вами и приветствовался. И по кнопочкам пройдемся. А, кстати, не только в моем телеграмме же скрипты брать. Скрипты можно брать вообще на ютубе, на каких-то сайтах, других телеграм-каналов. То есть, вообще, где только заходите. Но как вариант, то есть, можно брать и у меня. Вот. Какие здесь есть кнопочки? Save File, Open File, Clear и Execute. Что это все означает? Clear, думаю, понятно. Стирает все, что вы здесь написали. Open File, это вы открываете... Ну, она здесь немножко не работает. Save File, наверное, тоже. Но не важно. Они должны как работать. То есть, у вас откроется проводник, вы должны выбрать текстовый документ. И у вас загрузится сюда текст. А Save File, наоборот, выгрузить текст отсюда. Но немножко не работает, но это не судьи важно. Главное, чтобы чит работал. Это самое главное. Здесь вот есть такая скрепка. Это одна из самых главных кнопок. Как только мы запустились в Roblox, мы нажимаем на скрепку. У вас немножечко может пролагать. Но у вас, видите, здесь такая красная кнопочка. Она превращается... Ну, индикатор в зеленую превратилась. Что это значит? Что у нас заинжекчилось все. То есть, теперь у нас чит готов внедрять скрипты. То есть, то, что здесь написано в сам Roblox. Я даже знаю сам немножечко одну команду. Смотрите, если я напишу print и напишу, допустим, всем привет. Вот, всем привет. И если я сейчас это заэкзекючу и открою камсоль в Roblox, здесь будет пишет всем привет. То есть, эту команду я сам знаю. Это потому что print. Потому что это я. И вот, можете сами попытаться что-то поприкалываться. Здесь что-то написать. Абсолютно все, что вы хотите, будет здесь вписываться. Мы нажимаем clear и теперь нам нужен основной скрипт. Запомнили. Execute это кнопочка, когда у вас вводится в игру то, что вы написали. Вот здесь я в консоль вводил просто обычный привет. Итак, открываем наш скриптец. Этот скрипт будет у меня в телеграм-канале. В описании вы сможете его также использовать. Там нет никаких там всяких реклам. Ты дтп просто зашли. Можете даже не подписываться. Хотя в будущем я буду туда еще постить что-то. И просто взять этот скриптец. Нажимаем execute и у нас появляется скрипт на лаки-блоке. То есть на конкретно данный режим. Вот видите, здесь у нас идет время, чтобы мы могли открывать все эти лаки-блоки. И даже в этой лаки-блоке вот за деньги. Вот видим galaxy-лаки-блок. Например, мы смотрим. Мы выбираем open spawn лаки-блок. Это самый обычный лаки-блок. Но мы выбираем select блок. Набираем... Что здесь было? Diamond, rainbow лаки-блок. Например, rainbow blocks. Вот, они locked, они за робоксы. С вас просто целых 400 робоксов. Бешевные деньги. Правильно, правильно. Rainbow. После этого мы выбираем сколько мы хотим открыть. И у нас есть вот такая кнопка open spawn rainbow лаки-блок 6. Мы нажимаем и у вас открывается 6 rainbow лаки-блоков. И так как они rainbow, все из себя донатные, нам выпала такая крутая фигня. Самый топовый меч в этой игре выпал. И еще ковер-самолет с превьюшки. Получается, я вот так вот летаю. Подлетаю к любому типу. То есть любой тип мне нужен сейчас. И с помощью этого меча я его просто ликвидирую на раз-два. То есть сейчас я ищу туда-сюда. Еще бы можно было подключить скрипт на спидхак. То есть смотрите, я нажимаю ешку и он просто испаряется. Все, что у челика было, больше нет. Вот, можно было еще один скрипт, я связываю, что у меня спидхак был. Но это уже, так скажем, не про это видео. У меня есть в телеграм-канале, опять же, на спидхаке, на мардер-мистере, на блоксфрут. Короче, все, что только пожелаете. Я уже, наверное, задолбал рекламой своего телеграм-канала. Но как-то жить хочется, правильно? Правильно, поэтому рекламлю. Вот, я думаю, у всех все получилось. Я данный скрипт показывал просто для того, чтобы доказать, что чит работает. Что он экзекьютит скрипты. И на данный момент все окей. Вы можете свои скрипты там с любых источников вписывать. И ими пользоваться. Ну и еще, конечно, может кому-то именно конкретно этот скрипт будет нужен. И он у меня будет в описании. В общем, как-то так. Вот ко мне пытался кто-то Кевин какой-то меня убить. У него ничего не получилось, потому что все читы решает в этом мире. Примерно как-то так. В общем, не буду вас уже задерживать. Я надеюсь, что все получилось. Если что-то нет, пишите в комментариях, попытаюсь вам помочь. Поэтому на этом все, друзья. Всем удачного дня и настроения. На связи был Принт. Пока-пока.